На заре своего развития человечество обходилось без письменности. Знания о природе и жизни, песни и сказания вполне умещались в памяти и предавались из уст в уста. Но наступило время, когда люди накопили так много знаний, что запомнить их всё было уже не под силу. А когда трудно запомнить, нужно записать. Вот тогда и появилась письменность. Сначала это были рисунки, иероглифы. Они обозначали то, что мы сейчас называем слогами, словами. Иногда иероглифы могли обозначать и сочетание слов. В древнем шумере, где писали в основном на табличках из сырой глины, иероглифы рисунки превратились в клинопись. Ведь рисовать прямые и кривые линии на вязкой глине было неудобно. А выдавливать клинопись концом тростниковой палочки очень легко. Но рисунчатое письмо в повседневной жизни не очень удобно. И к рамоте нелегко было учиться. И рисунки на всё слова придумать трудно. Тогда-то и появились буквы. Их первыми придумали и ввели в употребление финикийцы. Купцы-мореплаватели с восточного побережья Средиземного моря. Теперь каждый знак обозначал какой-либо согласный звук. Представьте, как непросто было читать финикийские тексты. Если буквы ДМ можно было прочесть и как ДОМ, и как ДЫМ, учёные считают, что хитроумные купцы применяли своё письмо в качестве своеобразного шифра, чтобы скрыть содержание своих дел от непосвящённых. Рисунчатое письмо появилось около пяти тысяч лет назад. Финикийский алфавит в середине второго тысячелетия до нашей эры, а в девяти-восьмих веках до нашей эры древние греки добавили к буквам, обозначающим согласные обозначения гласных букв. Так возник настоящий алфавит. Этим письмом писали так, как пишем мы теперь. Многие народы мира заимствовали свою письменность у финикийцев через греков. Само же слово алфавит состоит из первых букв греческой письменности – Альфа и Бетта, а русское название алфавита – Азбука, по первым буквам славянского алфавита – Аз и Буки.